Ну и сенсация дня от Нью-Йорк Таймс, пока еще действующий президент США Байден. Приказал Пентагону готовиться к возможным скоординированным и ядерным столкновениям и с Россией, и с Китаем, и с КНДР. Сверхтайная программа армии США под грифом «Совершенно секретно» называется «Руководство по ядерному размещению». По данным Нью-Йорк Таймс, документ настолько секретный, что его нет в цифровом виде, исключительно только в печатном. Доступ к файлу имеют всего несколько членов из Пентагона. Новая доктрина якобы связана с наращиванием ядерных арсеналов Китая, но без традиционных страшилок, а русской угрозе не обошлось. Статья упоминается октябрь 22-го, когда на стол к Байдену якобы попал перехват разговора между высшим российским командованием о готовности применить тактическое ядерное оружие на Украине. Тот кризис утих, а ядерные амбиции Вашингтона, наоборот, возросли. В документах говорится о преимуществах применения ядерного оружия на самых ранних стадиях конфликта. И что высокая маневренность флота США позволяет наносить внезапные и массированные удары с различных направлений. Значимость этой информации подтверждается мнением западных военных аналитиков, которые признают, что данные соответствуют оценкам альянса. Не случайно, что одновременно в Германии, Польше и в Прибалтике началась дискуссия о размещении на их территории ядерного оружия. То же самое американцы хотят провернуть в Азии. Нью-Йорк Таймс пишет, что американская стратегия заостряет внимание на том, что ядерные силы Китая увеличатся до тысячи ракет к 30-му году, до полутора тысячи к 35-му году. По информации американских военных, Пекин уже начал загружать ядерные ракеты в некие новые шахты. Продолжение следует... В секретном документе, одобренном в марте, президент приказал силам США подготовиться к возможным скоординированным ядерным столкновениям с Россией, Китаем и Северной Кореей. Президент Байден одобрил в марте строго засекреченный стратегический ядерный план для Соединенных Штатов, который впервые переориентирует сдерживающую стратегию Америки. Белый дом никогда не объявлял, что господин Байден одобрил пересмотренную стратегию, называемое руководство по применению ядерного оружия, которое также по-новому направлено на подготовку Соединенных Штатов к возможным скоординированным ядерным вызовам со стороны Китая, России и Северной Кореи. Ну и борьба за кресло президента США вышла на финишную прямую. В Чикаго на съезде Демпартии кандидатом от Демпартии назвали ожидаемо Камалу Харрис. Об этом Камала сказала сама, но есть одно но. Но выступала Харрис по видеосвязи из Милуоки расстояние между собравшимися демократами, которые пришли поддержать даму в Чикаго и Милуоке 160 километров. Но дело, конечно, не в расстоянии, а в этих конкретных кадрах. На них вице-президент еле стоит на ногах, подбирает слова и что-то бормочет про победу и то, как важно спасти американскую демократию. Иными словами, Камала словно бы под шофе, причем в крови, ну, судя по поведению, явное превышение допустимой нормы алкоголя. Демсми в унисон заявили, что это, конечно, провокация Трампа и провокация нанятых им папарацци. Мы на фронт переносимся, на прямой связи военный корреспондент Алексей Гавриш. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. По Курску есть обновленная информация? Вся западная пропаганда буквально трубит вероятность окружения некой нашей большой группировки. Я не буду называть численность, чтобы никого не шокировать. Это что, правда или такая моральная петримка для Украины? Ну, на курском направлении ситуация остается сложной, но линия фронта уже, можно сказать, полностью выровнялась. Сказать, что ВСУ совершают такие дерзкие набеги, как раньше, уже нельзя. И численность войск ВСУ, численность техники постепенно начинает снижаться за счет нашей активной работы. Нужно сказать, что основные бои идут в районе Мартыновки, в районе Коренева. Противник не оставляет попыток войти в этот населенный пункт. Спасибо большое, военный корреспондент Алексей Гавриш. На прямой связи из зоны проведения специальной военной операции. Меня больше всего смущает еще другое заявление Зеленского о том, что срочно нужна техника от НАТО, которая инженерная, которая будет помогать в роте окопов, построение оборонительных сооружений и тому подобное. А можно быстро окопаться под ударами авиации? Ну, здесь же нужно понимать, что территория большая, и авиация, она бьет... У нас же не ковровая бомбардировка применяется, то есть она бьет точечно. Вот поэтому, конечно, можно. Они успевают окапываться. То есть они окапываются очень быстро, на самом деле. Ну, как, в принципе, и мы. То есть у нас в этом плане как бы все очень похоже. Поэтому, конечно, можно, но здесь делать... Они с техникой зашли на нашу территорию, с экскаваторами? Да, мы их технику сжигаем, так же, как и они наши. Также они слишком демонстративно показывают, что Курская область – это их основное направление. Они в интервью говорят о том, что там некоторые объекты Курской области – это их цель. То есть они открыты. Никогда военные руководства делают все до последнего, чтобы главный замысел для противоборствующей страны был секретным. Вы к тому, что будет еще один удар? Я к тому, что нужно понимать, что они слишком хотят нас убедить в том, что Курская область – это основной их удар. Они очень быстро группировку с под Курской области могут перебросить на юга. Вот. А нам, допустим, такие маневры проводить раза в три, в четыре дольше. Поэтому я думаю, что поскольку они слишком демонстрируют интерес к этому направлению, мне кажется, основное направление будет на югах. Вот. Я вот об этом хотел сказать. Накануне бывший министр Украины Загороднюк, его фамилия, в эфире на CNN сообщил, что курское направление действительно не основное. «И русские ждите сюрпризов». Понятно, что этот человек ничего не решает. Это тоже часть пропагандистской войны. Но, что называется, прислушаться стоит. Не исключено, что сейчас Украина будет по-прежнему играться в те же самые сюжеты. Но при этом, может быть, получая какие-то, как мы говорим, пиар, громкие победы, все глубже и глубже будет затягивать себя в пучину агрессивной уже войны против Российской Федерации. За которую, конечно, потом придется отвечать уже по всей строгости, в том числе международных законов. Через минуту вернемся. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова